Здравствуйте, друзья! На железной дороге используется большое количество устройств и инструментов, с которыми не приходится сталкиваться в жизни подавляющему большинству граждан. Например, у распрояжения сотрудников железной дороги есть в том числе и устройства под названием сбрасывающий башмак, которые используются в ситуациях, когда нужно отправить состав под откос. Отсюда возникает вопрос, когда вообще такое может понадобиться и как работает упомянутое выше приспособление. Давайте сейчас с этим будем разбираться. На самом деле подобных устройств существует несколько. На ней немного разнятся принципы действия и своим устройствам. Однако результат их применения в целом одинаков. Чаще всего на железной дороге для отправки состава под откос применяется уже упомянут сбрасывающий башмак. Существует также его аналог – сбрасывающий остряк. Принцип действия обоих устройств сводится к тому, чтобы сломать колесную пару состава за счет создания непреодолимой преграды или чтобы оставить колесную пару в сторону, спровоцировав тем самым схождение вагонов с рельс. Помимо остряка и башмака, на наиболее важных и потенциально опасных участках железной дороги имеются сбрасывающие стрелки. Это отвлепление железной дороги, которые позволяют перенаправить состав в сторону. Чаще всего подобное заканчивается катастрофой. Реже стрелки вводят поезда на запасной путь. Совершенно очевидно, что применение любых из перечисленных средств становится причиной очень тяжелых последствий. Так зачем же нужны подобные приспособления в нашей современной жизни? На самом деле все предельно просто. Башмаки применяются тогда, когда отказ от сброса состава с рельс приведет к еще более тяжелым последствиям, и сотрудникам железной дороги придется выбирать меньшее из двух зол. Например, под отказ могут пустить товарный поезд, который по какой-то немыслимой причине, например, в результате халатности или ошибки, выскочил навстречу пассажирскому поезду, и остановить поезда нет возможности. Впрочем, подобная практика применения остряков и башмаков сводится к сбросу с рельс вовсе не целых составов, а отдельных вагонов, которые из-за ошибок людей или каких-то неполадок начали катиться по рельсам и остановить их нет возможности. При этом набравший большую скорость вагон может врезаться в другие вагоны или даже поезд. А что вы думаете по этому поводу? Напишите ваше мнение в комментариях, я считаю, что мнение каждого полезно и важно.